Вот что пишет об этих местах писатель Марков Посольство Франка Андрея и Алана Тагая отправилось из Ханбалыка в год мыши в 1336 Путь посольства неизвестен Возможно оно село на корабль в одной из гавани Южного Китая и поплыло к берегам Персии Так или иначе, ханбалыкские путешественники в начале 1338 года достигли своей цели Франк Андрей и Алана Тагая предстали перед папой Бенедиктом XII стремившимся к установлению связи своего престола с дальними странами и народами Он принял послов в замке, стоявшем на склоне Белой и Звесняковой горы Такое событие, как приезд гостей из страны Великого Хана всколыхнуло всю Авеньюнскую округу В том году, близ знаменитого Ваклюзского источника, неподалеку от Авеньона В уединенном домике обитал Франческо Петрарко Сочетавший поэтическое творчество с разысканиями по части истории Лет за пять до этого Петрарко решал вопрос о том, где находится северный остров Туле Он хранил заветную рукописную книгу, приобретенную у какого-то знатока половецкого языка Драгоценный кодекс Куманикус Впоследствии внесенный великим поэтом в его завещание Летом, когда авеньонские жители занялись сбором ягод крушины в окрестностях города Ханбалевские послы стали собираться домой Что написано в интернете о фонтан де Ваклюз Карстовый источник фонтан Ваклюза Глубина достигает 315 метров Это самый большой источник пресной воды во Франции И пятый по величине в мире Полноводное озеро удивительно бирюзового цвета Переходящее в бурный поток Хотя источник не иссякает И в самое жаркое и сухое лето Эта его особенность долгое время оставалась загадкой для исследователей Только в 1985 году геологи смогли приподнять завесу над тайной фонтана Источник является единственным выходом на поверхность подземного озера площадью 1200 квадратных метров Откуда стекаются потоки с горы Ванту и ее окрестностей На старой водяной мельнице Молин-Апатье До сих пор производят бумагу традиционным способом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok